Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донского. И сегодня я вам покажу необычный макияж с использованием вот такого стика из серии Giordani Gold от компании Ariflame. У меня здесь потрясающий розово-золотой оттенок. Его код будет под видео, увидите. И как с ним сделать макияж очень просто. Сначала нужно подготовить кожу, что я уже сделала. Чтобы не тратить наше с вами время. Сейчас очень модно. Особенно осенью такие красноватые, золотистые оттенки на глазах. Поэтому смотрите, что нужно сделать. Сначала подведем немного брови, чтобы они стали поэффектнее. Я буду использовать свою палетку, которая уже разбилась, но я ее не выкидываю. Там еще есть тени. Специальная палеточка для бровей, которую я очень люблю. И я аккуратненько, быстренько делаю брови более выразительными. Не слишком черню их, потому что по моему цветотипу и по оттенку волос понятно, что здесь никак не могут быть сильно черные брови. Но немножечко их сделать более выразительными, конечно же, это будет очень даже актуально. Вот так вот немножечко подвела брови. Я смешиваю, кстати, два оттенка сразу, и темный, и светлый, когда начинаю только прокрашивать начало брови, чтобы не перечернить. А дальше уже можно использовать только темный цвет, потому что он все равно не слишком черный, чтобы не пугаться. Вот так вот я чуть-чуть прохожусь, чтобы сделать брови более выразительными. Немножечко подчеркиваю начало. И у меня есть такая прикольная тушь, она специальная для бровей, с малюсенькой, удобной кисточкой, такая вот малышечка здесь кисточка. И я ей еще раз прохожусь по брови, укладываю, фиксирую и прокрашиваю те волосики, которые как под пушек светленькие, их не видно и тени их не прокрыли. И за счет этого, смотрите, какая сразу стала выразительная часть этого лица. Даже без макияжа глаз уже просто сделали брови и как картину, оформили в раму. Следующий этап, тут все очень просто. Я беру стик и наношу его только на вот эту подвижную часть века. Аккуратненько заполняю. Все, слишком высоко не залазите. Смотрите, как оно все переливается. Но они жирные, вот это вот, это же специально как для румян. Ну, тут три в одном можно и румяна делать, и тени, и помаду. Сейчас я вам все это покажу. Второй глаз тоже самое. Быстренько прокрываю все. Я так не экономлю, прям жирненько наношу, если вы видите, что он прям вот выразительный, такой яркий, красноватый. Вот сейчас это просто писк моды. Далее я беру пушистую кисточку и ей аккуратненько распределяю, где я, может быть, лишнего нанесла, где-то мало. То есть я заполняю все, просматриваю, чтобы лежали хорошо тени. Так, все. Следующий этап. Беру следующую кисть, тоже чистую, пушистую, и беру свою любимую палетку. Ой, что-то у меня упало. Так, убираю в сторону. Беру свою любимую палетку. И вот этот оттенок розовое золото, я его обильно так, обильно, обильно набираю. И вот чтобы эти тени не собирались в складках века, я этим цветом, который идеально подходит, то есть он даже не перекрывает, просто фиксирует. Я вот так вот аккуратненько прохожусь. Набираю второй раз и прохожусь второй глаз. Заметьте, какой это быстрый и легкий макияж. Сделала. Теперь я беру карандаш какой-нибудь оттенок, тепленький. Возьму, например, коричневый. Коричневый серий The One карандаш. И немного подведу внизу глаза. Чуть-чуть. Я это делаю пушисто. Если вы слышали, когда-нибудь такое слово, то есть я не втираю карандаш. Я его легонькими прикосновениями наношу так пушистенько, нечеткой линией. Так. И не довожу до конца глаза. То есть я чуть-чуть захожу за серединку и останавливаюсь. То же самое быстренько делаю со вторым глазом. Так. Пока что смотрится, конечно, пугающе немножко. И немножко так вверх вывожу капельку. Все. Вот я сделала два действия. Нанесла стиком тени, растушевала их и подвела глазки. Теперь я беру такую кисть остренькую. И здесь же выбираю вот такой вот серый оттенок. Он был в последних новинках. Можно взять любой кофейный какой-нибудь светленький. И вот эти вот пушистенькие штришки карандашные я сейчас втираю в тени для того, чтобы сделать растушевку и растяжку. То есть я подчеркиваю нижнюю часть глаза чуть-чуть. Но это должно быть не слишком темно. То есть поэтому нам нужен светлый оттенок. И я чуть-чуть вот так вот все растушевываю. Так. Я смотрю еще в зеркало, которое за камерой, чтобы вид издалека увидеть более такую целостную картину. И чуть-чуть вот сюда вывожу. Так, второй глаз тоже самое. Набираю чуть-чуть светлых теней. Мне очень понравился этот новый цвет. Серый. У него такой приятный цвет. Он как бы и не серый, и не коричневый. Он просто такой обалденный. Чуть-чуть прохожусь. Если вы видите, я кисть держу не перпендикулярно, а чуть-чуть прижимая кожу. То есть пластом. Постараюсь, да, вот так ее положить пластом. Полу-лежа. Все растушевали. И сейчас покажу такую фишку. Кисть прям вот об руку вот так вот быстренько чищу. Руки у меня чистые. И я набираю неожиданный цвет. Вот этот вот небесно-голубой. Обалденный оттенок. Он уходит чуть-чуть в зелень за счет того, что много-много золота в нем. Так. И смотрите, что я делаю. Я прям прикладываю от начала роста ресниц в уголочек глаза. И чуть-чуть поднимаю вверх. Так. Приложила. Хорошо видно? Приложила. И вот такой треугольничек-стрелочка у меня образовывается. Приподнимается глаз. То есть я уже не трогаю тени. Я просто этим ярким акцентом вот так чуть-чуть поднимаю. И можно остаточки вниз вот так спустить, чтобы объединить всю картинку. Получается у нас тут три слоя карандаш. Серый цвет, который растушевал карандаш. И легенький небесно-голубой чуть-чуть сверху. Получается завершенный макияж. То есть глаз немного вытягивается вверх. Потому что я стрелочку, как видите, заложила сразу вверх. И когда я дохожу до конца глаза, я не увожу по этой же линии, которая природой заложена. А я прокладываю все движения вверх по направлению брови. К концу брови. Чтобы сделать некое такое завершение. Здесь понятно объясняю. Набираю опять на кисточку немного этих же теней. Делаю то же самое на другой глаз. И обратите внимание, я тени впечатываю. То есть я их прижимаю. И они с кисточки остаются сразу на веке. Потому что основа достаточно такая влажненькая, жирненькая. Так, сравниваю, чтобы стрелочки были максимально одинаковые. И чуть-чуть объединяю нижнюю часть второго глаза. Так, если есть желание и хочется немножечко делать более выразительное верхнее веко, то беру этот же коричневый карандаш и чуть-чуть, смотрите, я прямо держу карандаш и чуть-чуть объединяю вот эту линию. То есть я не вылазиваю в высокой линию роста ресниц. Тут вот где ресницы обрываются, я чуть-чуть затемняю, потому что здесь я сейчас проложу тушь, и они станут яркими. А здесь немного слишком светлая, поэтому я чуть-чуть, прямо вот смотрите, подлазив вовнутрь. Аккуратненько, кончиком. Все, объединила, беру тушь и завершаю макияж. Останется просто хорошо прокрыть ресницы тушью, буду пять в одном использовать. Так, и хорошенько, здесь вот очень важно сделать густые ресницы. Ой, еще один штрих забыла показать, сейчас делаем. То есть такой макияж я делаю буквально 5-7 минут, когда я не болтаю, не показываю, а просто делаю. Но макияж мгновенный, очень быстро получается привести себя в порядок. Макияж для осени такой прикольный, яркий, сочный. Можно использовать не обязательно небесно-голубой оттенок, можете на краешу глаза положить красивый какой-нибудь кофейный, с золотом оттенок. Главное, чтобы они сочетались между собой. Так, первый слой проложила. Беру второй. Ага, еще нужно сделать немножечко румян, мы сделаем этим же стиком и губы. Тоже со стиком покажу фишку, потому что если наносить стик отдельно, без помады, он собирается через некоторое время, потому что он все-таки не предназначен для кожи губ, и он начинает сворачиваться. Если же его нанести на помаду, то будет все хорошо. Так, первый слой готов. Беру тут же второй слой. Смотрите, реснички появились и сразу глазки включились, да, такие заиграли. Потому что при таких ярких тенях требуется хороший слой ресничек. Но главное, не сделать их слишком густые, чтобы они комочками слиплись. Старайтесь расчесать реснички сразу, сделать их разделенные, подкрученные, такие нежные, пушистенькие. Пусть они будут хлопают потихонечку. То есть не стоит перегружать. Такой макияж излишком тушим. И, конечно, нижние реснички тоже обязательно прокрасить. Хотя бы один слой для того, чтобы чуть-чуть придать объема. Так, у меня тут какой-то комочек прилип. Смотрите, как избавляться от комочка. Если он есть, я сверху кисточкой его подделала и убрала, и все. А, вот он, все. Сейчас я его сниму. И нижние реснички быстренько. По желанию можно три слоя сделать. Если вдруг поставили такую ляпку, как я сейчас поставила под глазиком, видите, не нужно пугаться и сразу кидаться ее вытирать. Вы ее только размажете, дайте ей высохнуть. И потом покажу, как ее быстро убрать. Так, раз. Два. И вот этот внешний уголочек хочется еще усилить. Так, все, глазки хлопают. Теперь я беру карандаш для губ теплого оттенка. Тоже у меня еще есть из старой коллекции. The One карандаш, теплая корица. Я сделала запас небольшой, успела. И аккуратно прохожусь по контуру. И немножечко можно карандашом растушевать. Так, губы накрасила. Беру матовую помаду Giordani Gold. По-моему, чайная роза, но кот будет под видео. И вот смотрите, я проложила помаду на губы и беру этот же стик и капельку вот так. Как бы я его снимаю сверху на помаду, то есть такой легкий слой. И немного нарумяна. То есть проложила раз, проложила два. И прям пальчиками растушевала. И он получает такой гармоничный макияж. Весь в одной гамме. Такой легкий, нежненький. И пушистой кисточкой чистенькой. Беру самый светлый оттенок, матовый. И чуть-чуть под бровь. Вот так вот. Чтобы все сгармонизировать. Осталось только убрать эту ляпку. Вот, для этого нам понадобится сухая кисточка. Такая, как обычно мы используем для туши. Вот, у меня есть специально такая кисть. Я ей брови прочесываю, комочки снимаю. И вот так вот, смотрите, сухая. Он уже высох. И я беру щеточкой, аккуратненько его снимаю. Все, одно движение и ляпки нет. То есть это очень просто и прикольно. Вот такой вот, мне кажется, очень прикольный макияж. Осенний получился. Вот, можно какую-то бижутерию подобрать тоже в таких оттенках. Мне кажется, прикольно. Жду ваших комментариев, ваш отзыв нравится, вам не нравится. Попробуйте тоже так сделать. Пока этот стик еще у нас в каталоге идет по акции. Можно его приобрести. Его хватит очень надолго. Я его много пользовалась летом. Вот сейчас в осень. Он мне тоже очень нравится. Такой вот, ну, классный макияж получается. Тепленький. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго. С вами Лалия Донскова. Пока-пока. GoPro в топ-видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова